Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение Святаго Яна Златоустого о смирении. Мы не должны думать, что становимся ниже своего достоинства, когда сами смиряемся. Ибо тогда-то и по всей справедливости мы бываем выше. Тогда-то особенные достойны почтения. А что высокий низок, смиренный же высок, то в доказательство сего достаточно и слов христовых, выражающих сие. Впрочем, исследуем самое дело. Что значит быть смиренным? Не то ли, чтобы терпеть унижение, порицание и клеветы. А что значит быть высоким? Не то ли, чтобы быть в почтении, в похвале, в славе. Посмотрим же, как это бывает. Сатана был ангел и превознесся. И что же? Не более ли всех он унижен? Не землю ли имеет он своим жилищем? Не все ли порицают и хулят его? Павел, будучи человеком, уничижил себя. И что же? Не почитают ли его? Не хвалят ли его? Не прославляют ли его? Не друг ли он Христов? Не совершил ли он дел больше тех, которые Христос совершил? Не повелевал ли он часто дьяволу, как невольнику? Не оглашал ли его, как палача? Не посмевался ли над ним? Не имел ли сокрушенную голову его под своими ногами? Не молился ли осем с великим дерзновением и для других? Что я говорю осем? Вознесся весолом. Смирился Давид. Кто же из них стал выше? Кто славен? Ибо что могло быть смиреннее слов, которые блаженный сей пророк произнес, когда злословил его семей? Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Если угодно, исследуем и самые дела. Смирился мытарь. Хотя поступок его не был смиреномудрием, но кротко сказаны им слова. Вознесся фарисей. Но если угодно, оставим лица, и следуем дела. Пусть предстанут двое кто-нибудь, оба и богатые, и имеющие великую честь, и гордящиеся мудростью, властью и другими мирскими преимуществами. И пусть один из них ищет всех почестей, и, не получая он их, гневается, требует сверхдолжного и возносится. А другой пусть, пренебрегая всем, ни на кого не гневается за то, и даже воздаваемую ему честь отвергает. Кто из них больше? Принимающий или имеющий? Или воздаваемый, пренебрегающий? Явно, что последний. И справедливо. Ибо не иначе можно получить славу, как избегая славы. Потому что, когда мы гоняемся за нею, она убегает от нас. А когда убегаем от нее, она преследует нас. Если хочешь быть славным, не желай славы. Если хочешь быть высок, не будь высок. Но есть и другая причина, почему чуждающиеся чести, чуждающихся чести все почитают, а ищущего оной презирают. Род человеческий по природе как-то любит спорить и противодействовать. Итак, будем пренебрегать славу, ибо таким образом можем сделаться смиренными или лучше высокими. Чтобы быть вознесенными от другого, не возноси сам себя. Кто сам себя возносит, того не возносят другие. А кто уничижает сам себя, того другие не уничижают. Из седьмой беседы на послание к филиппийцам.